Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Доминика Герландая, фарентийская школа, портрет Джованны Тарнабуони. Герландая был сыном знаменитого в свое время золотых дел мастера Томаса Бегор, прославившийся в особенности ревелирными гирляндами для головных уборов девушек, вследствие чего ему и дано было прозвище Герленч, перешедшее на его сыновей и внука. Доминика Герландая также учился сначала ювелирному мастерству, но рано обнаружил замечательную способность к живописи и поступил в учение к Бальдовинетти. Из ранних работ Герландая замечательные его фрески в часовне Тассетти в церкви Санта Тринита во Флоренции. Из позднейших работ его особенно знаменитые фрески в церкви Марии Навелло. Герландая значительно продвинул технику стеной живописи и совершенствовал передачу воздушной перспективы, моды и люди, времена и личности в своем развитии лучше всего отражаются в истории портрета. Первую роль играет в портретной живописи без сомнения Тоскана. Уже на древних этрусских вазах показывается особенная способность к изображению характерных голов и влияние этого искусства на развитие портрета в Древнем Риме было весьма значительно. После постепенного пробуждения от средневекового безличия могучая рука Донателло высекла из камня тип портретного бюста. Но в то же время как развитию скульптуры много пособствовало остатки древности, в живописи царила еще глубокая тьма. Когда же наконец у поляковой византийской традиции, не дававшей портрету места в искусстве, тотчас ясно отразилась в портрете зависимость от скульптуры, а также от заезжих нидерландских портретистов. Таким образом, предлагаем нам воспроизведение портрета, написанное в 1488 году, находящееся в коллекции Канна в Париже. Живо напоминает исполненный 20 лет ранее женский бюст работы Дезидерио де Сент-Иниана. В то же время постановка головы в резком профиле объясняется прямым подражением медалям, которые только и допускают профильное изображение. Благодаря этому портрет получает нечто схематически жесткое и примитивное скованное, как будто художник не вывелся еще из более легкой области профильного силуэта. К тому прибегают все первые попытки человека в рисовании. Но взглядевшись внимательнее, мы замечаем уже значительно продвинувшись вперед понимание натуры. Художник с изумительной любовью проследил нежную, но в то же время определенную линию профиля и переход ее к очертанию шеи и платья. Светлая головка прелестной девушки рельефно отделяется от менее спокойного тона. Собственно, герландая – простое, почти величаво сдержанное чувство стиля, в котором можно скорее отметить некоторый недостаток темперамента. Он выражается в ясном сопоставлении форм и красок. Для этого он отказывается от слишком тщательной лепки деталей и даже от реалистической выписки тканей. Он избегает сильных эффектов и краски его представляют собой ровные красочные пятна, очертанные строгими линиями. Влияние нидерландской живописи сказывается в деталях фона. В стенном шкафчике, в котором лежат драгоценные украшения знатной дамы. Но художник дает эти детали не ради грубого оптического эффекта, а для того, чтобы голова отдалилась рельефом. В прелестном двустишии, написанном в глубине шкафа, герландая, певает красоту дамы – истинное изображение, которое было бы совершеннейшей картиной в мире. Этот портрет Джованна Альбицы, молодой супруги Лоренцо Тарнабуони, совершенно соответствует ее изображению на циклах фреса, которыми герландая украсил капелло Тарнабуони, церкви Марии Навелова, Флорен. Гордый и несколько жестко в своем плотно облегающем парчевом платье, шествует на одной из фресок красавица Джованна, очевидно не предчувствуя, что так скоро придется конец ее счастья. Она умерла после рождения своего третьего ребенка, а голова Лоренцо упала в 1497 году от импалача, когда он, агитируя против Савонаролы и демократии, составил Залер о признании вновь власти изгнанных Медичи. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok